Коллеги, начинаем. Председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Борисович Иванов. Благодарю вас, Сергей Борисович, что вы нашли время и возможность пообщаться сегодня с журналистами. Сегодняшняя пресс-конференция проходит на тему «К 80-летию начала Второй мировой войны от Версаля до Глевица». И сегодня нам будут представлены подходы российского военно-исторического сообщества к освещению предпосылок, причин и обстоятельств. Начало Второй мировой войны, включая тематику Мюнкенского сговора 1938 года, Советско-германского пакта о ненападении от 23 августа 1939 года и последовавших за этим событий. Сергей Борисович, не теряя времени, передаю слово вам, пожалуйста. Спасибо большое. Добрый день. Рад возможности пообщаться с вами. Я впервые, я много общаюсь с журналистами, но последние лет 20 точно общаюсь, но впервые в качестве председателя попечительского совета российского военно-исторического общества. Имею честь работать в нем, мне нравится эта работа. И повод уже был анонсирован. Почему мы сегодня эту тему обсуждаем? Ну, потому что приближается неизбежно 80-летняя годовщина со дня заключения договора и, собственно, и начало Второй мировой войны, 1 сентября 1939 года. Сейчас очень много юбилейных дат. Вчера, например, отмечали 75-летие освобождения Минска. Есть ряд других таких славных дат. Ну и 1 сентября – это печальная, конечно, дата начала Второй мировой войны. Но я хотел бы о ней поговорить, потому что я не считаю себя ясновидящим и правительством, но не боюсь ошибиться, предсказывая, что по мере приближения к 1 сентября будет очень много публикаций, фальсификаций и фейков в отношении того, что в развязывании Второй мировой войны виноват Советский Союз, ну, немножечко Гитлер, конечно, но в основном Советский Союз, который пошел на сговор с фашистской Германией, значит, разделил Европу, и это послужило поводом для начала Второй мировой войны. И если бы не было этого соглашения 23 августа 1939 года, то никакой войны вообще бы не было. Это, ну, честно говоря, чушь, конечно, но она сознательно в сознание вдалбливается. Тем более время идет, живых людей и свидетелей все меньше и меньше. Хотя осталось огромное количество исторических документов, которые неопровержимо свидетельствуют о реальных фактах, которые предшествовали началу Второй мировой войны. Это такая небольшая вводная тема фальсификации истории, переворачивание с ног на голову, она вообще в последнее время становится все более актуальной. Поэтому хотелось бы поговорить сегодня предметно на тему этого договора. Еще одна фраза. Обличать Советский Союз, обличать Сталина становится очень модным, потому что за этим следуют призывы, что российский народ, уже не советский, естественно, а российский, должен покаяться, признать свою вину, ну и в конечном счете даже некоторые страны говорят еще и оплатить нанесенный ущерб материально, возместить. Ну это уже полная, конечно, чушь, наглость, но эти мысли-то звучат, никуда от них не денешься и закрывать глаза на них тоже нельзя. Итак, что предшествовало 1939 году? Ну, прежде всего, я бы отметил еще одну юбилейную дату, которая совсем недавно отмечалась, столетие Версальского договора, окончание Первой мировой войны. А Версальский договор в Компьенском лесу, на мой взгляд, уже заложил первую мину под послевоенное устройство в Европе после окончания Первой мировой войны. Потому что условия Версальского договора были унизительными и оскорбительными для Германии. По крайней мере, так считают многие российские историки, ученые. И то, что стало происходить после этого, ну, это, по-моему, наглядно доказывает. Я уж не говорю даже о материальных претензиях. Мало кто знает, что совсем недавно, по-моему, года 4-5 назад, Германия последним траншем финансовым расплатилась за те условия, которые были, или обязательства, которые были прописаны в Версальском договоре. Последний транш при Меркель был, это точно я помню. Ну, а то, что касалось, например, демилитаризации Рейнской области Германии, ряда других ограничений, полный там запрет на строительство вооруженных сил, конечно, в Германии было воспринято, ну, как унизительные условия. И это способствовало в дальнейшем росту реваншизма и, в конечном счете, появлению фашизма на немецкой земле. Как развивались события, ну, подробно я говорить не хочу, но некоторые факты все-таки надо привести. 15 июля 1933 года Гитлеру удалось добиться первой крупной внешнеполитической победы. В Риме представители Великобритании, Франции, Италии и Германии подписали пакт согласия и сотрудничества. Он закрепил бытовавшие в сознании того времени, а мы не должны забывать, что мы говорим о 30-х годах. Все-таки тогда и политика, и менталитет был совершенно другой. Были так называемые старые нации или великие державы европейские, которые считали, что они имеют право на все, что угодно. И были небольшие, маленькие государства, которым диктовалась воля крупных государств, той же Франции, Великобритании. Советская Россия в их число, естественно, не входила, потому что уже в то время, вы помните, санитарный кордон и всяческое желание изолировать, оградить себя от России, от этого коварного русского медведя. Кстати, с тех пор мало что изменилось. Когда изучаешь историю, видишь, что она до боли повторяется спустя десятки лет. В октябре 1933 года Германия вышла из Лиги наций, это предшественника ООН, и из Женевской конференции по разоружению, наплевав фактически на условия Версальского договора и в один год увеличив свои военные расходы на 90% за один год. Ну вот, с тех пор и пошла ремилитаризация Германии, пошел процесс, и свой первый пакт о ненападении Гитлер заключил аж в 1934 году. Декларация о неприменении силы между Германией и Польшей в 1934 году. В то время, кстати, Гитлер считал, что польская армия одна из крупнейших в Европе и в определенной степени на тот момент, на 1934 год, опасался ее. 1935 год. Закон о строительстве вермахта. На основе всеобщей воинской обязанности формировались вооруженные силы, сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы. Это уже было прямое нарушение Версальского договора, прямое. А Великобритания и Франция в ответ на это ограничились дипломатическими нотами протеста. Ну, я сам 15 лет в МИДе проработал, понимаю, что такое дипломатическая нота протеста, но и прекрасно понимаю ее истинное влияние на происходящее событие, ну, которое близко к ноле, естественно. Ну, и вообще политика правящих кругов Англии и Франции по отношению к Третьему Рейху уже тогда можно было вполне назвать, словом, умиротворение агрессора. И все дальнейшие события это подтверждают, причем события как исторические в виде документов, соглашений, так и фактически то, что происходило. Следующим шагом, одним из ключевых, было решение Гитлера о ремилитаризации Рейнской области. Она произошла, западные страны этот процесс, грубо говоря, проглотили. И вот, что я бы хотел привести в данном случае вполне уместно, цитату Гитлера. Не удивляйтесь, но вот, что он сказал по этому поводу. «48 часов после марша в Рейнскую область были самыми изматывающими в моей жизни. Если бы французы вошли в Рейнскую область, нам пришлось бы ретироваться с поджатыми хвостами», говорил Гитлер. Военные ресурсы, находившиеся в нашем распоряжении, были неадекватны даже для оказания умеренного сопротивления. То есть в тот момент Франция, если бы захотела, и Гитлер это признает, на корню прервала бы вот эти милитаристские устремления фашистской Германии. Но этого сделано не было, и произошло то, что произошло. Уже тогда Советский Союз активно продвигал идею коллективной безопасности. Кстати, и сейчас, и только не Советский Союз, конечно, а Россия продвигает ту же самую идею. Неделимости безопасности. Не может быть безопасность для одного в ущерб безопасности другому. Мы это видим постоянно. И наша страна подписала договоры в тот момент с Францией, с Чехословакией, вступила в Лигу наций в 1934 году. Но затем во Франции сменилось правительство, и отношения между Францией и Россией испортились. Ну, а что касается Мюнхенских соглашений, я подробно говорить про это не буду, потому что просто это широко известно. Мюнхенский сговор окончательно развязал руки Гитлеру, и Чехословакия наряду с Австрией стала первой прямой жертвой агрессии фашистской Германии. Оккупировав Чехословакию, Гитлер, кстати, получил еще огромный дополнительный экономический потенциал. Каждый пятый образец вооружения вермахта был произведен в Чехословакии. Потому что в Чехословакии была очень развита промышленность вообще, и оборонная в частности. Танки, снаряды, очень многое изготовлено в Чехословакии, которая была оккупирована Германией. Что же касается теперь уже непосредственно к советско-германскому договору 1939 года. Конечно, этот договор стал во многом следствием Мюнхенского сговора. Я напомню, что Советский Союз к участию в Мюнхенской конференции вообще не приглашался. Все делалось за его спиной. И до этого Советский Союз неоднократно предлагал оказать военную помощь Чехословакии. Для этого нужно было только одно обстоятельство, необходимо было учитывать. Это пропуск вооруженных формирований Советского Союза через территорию Польши. Потому что прямой границы Чехословакии у нас не было. Польша категорически отказалась. И, кстати говоря, при разделе Чехословакии Польша приняла в этом участие. Участие. Черчилль, которого я неоднократно цитировал, вообще люблю его произведение, некоторые читал. Он назвал, что Польша как гиена поучаствовала в разделе Чехословакии. Ну, у нас в русском языке, наверное, более применимо слово «пошакалье». Но в любом случае, часть Чехословакии Польша себя оттяпала. И от этого факта тоже никуда не денешься. Это исторический факт. Теченская область. Вот в этих условиях я считаю, что у Советского Союза просто не было выбора, кроме как заключить договор о ненападении с Германией. Просто для того, чтобы избежать ситуации, когда было ясно, что следующей жертвой фашистской Германии может стать Польша, конечно, доказательств этому прямых не было, но логические мысли, нетрудно было предположить, что нападение следующей Германии может быть на Польшу. И для того, чтобы оттянуть угрозу агрессии Германии против Советского Союза, и был заключен этот договор, и его секретные приложения, которые, по сути, кстати, секретными давно не являются. Вот сейчас мы публикуем их, но мы далеко не первые, кто их публикует. Я хочу, кстати, на секунду отвлечься и сказать, что впервые секретные приложения к договору Советско-Германскому 1939 года были опубликованы в журнале «Новая и новейшая история» в первом квартале 1993 года. 1993 года. Они уже давно опубликованы. И давным-давно секретными не являются, они рассекречены. Можно тем, кто интересуется, это посмотреть, почитать. И часто говорится, что Сталин или советское правительство заключило договор с Германией для того, чтобы разделить Польшу и захватить Прибалтику. У нас не было, повторяю, документальных никаких ни документов, ни фактов, свидетельствующих о том, что Гитлер стопроцентно нападет на Польшу до начала войны. Не было. Были сообщения разведки. Они, кстати, тоже уже опубликованы. Предполагалось это, но уверенности не было. А уж делить Польшу мы точно не собирались, потому что в самом договоре есть одна очень хорошая фраза. Там сказано «в случае территориальных изменений в Восточной Европе». То есть, если бы они наступили, то наступили бы такие последствия. Если бы они не наступили, то последствия были бы другими. Не зря в договоре так и записано. В случае. Они, так сказать, наверняка, давайте разделим Польшу, это территория вам, это нам и так далее. Такого не было. И всё это, кстати, очень… Есть ещё хорошие исторические документы, подтверждающие то, что я говорю. Это Нюрнбергский процесс. Там всё было поднято, в том числе этот договор, и всё это было озвучено неоднократно. А то, что мы безуспешно предлагали заключить англо-франко-советский союз, как её иногда называют, вторую Антанту, ну, не получилось, потому что англичане и французы этого просто не хотели. Они хотели канализировать устремление агрессивной Гитлера на Восток. Это абсолютно понятно и естественно. А что касается Польши, то мы Польше тоже предлагали соглашение о её защите, защите её интересов, но поляки категорически отказывались, и для них главное было всячески, опять-таки, изолировать, демонизировать Советский Союз, советский коммунистический строй. Во время переговоров с англичанами и с французами, а такие переговоры велись вплоть до 23 августа, мы задавали вопрос англичанам и французам, и это осталось в документах рассекреченных. Наши военные спрашивали, где Красной Армии надо сосредоточиться, чтобы встретить немцев. Прямо вот так вот задавали прямой вопрос. Англичане и французы отвечали, стойте там, где стоите, то есть на старой границе. Стойте там, где стоите. Но в таком случае, если бы немецкие войска атаковали Польшу, они её в конечном счёте атаковали, то в течение нескольких дней немецкая армия оказалась бы на старой польско-советской границе. После этого она бы наверняка без всякого сопротивления захватила бы Прибалтику, и мы получили бы фашистскую Германию в 40 километрах по границе от Минска, в 60 километрах от Ленинграда и так далее. Я думаю, посредствия. Я согласен с тем, что история не знает сослагательного наклонения. Но представьте себе, если бы договор советско-германский не был бы заключён, что бы мы получили в итоге? Мы получили бы начало агрессии против Советского Союза не из тех рубежей, в которых это произошло, а гораздо восточнее. И мы бы не получили 2-3 месяца героического сопротивления Советской Армии, которые дали нам возможность эвакуировать оборонные предприятия на восток, подогнать сибирские дивизии, отстоять Москву, ценой огромных страшных жертв отстоять Ленинград и так далее. Ну, повторяю, история не знает сослагательного наклонения, но любой аналитик вам легко, в том числе даже не военный, представить, что бы было, если бы не было этого договора. Договор этот был просто заключён, исходя из наших национальных интересов. И я считаю это вполне оправданно, правильно, потому что выше национальных интересов нет ничего, что бы там ни говорили. А наши партнёры, так называемые друзья, они исходили из своих национальных интересов. Но получилось то, что получилось. А когда уже агрессия против Советского Союза началась, тут сразу, конечно, и англичане, ну, французы к тому времени уже были оккупированы, англичане сразу стали нашими союзниками, потому что появился общий враг, и тут ситуация кардинально изменилась. И ещё раз подчёркиваю, что советско-германский договор и секретные приложения к нему не были никаким сговором двух диктаторов. И то, что сейчас говорится, что это было именно так, это просто попытка с больной головы переложить на здоровую. Ну вот, пожалуй, всё, что я хотел вам сказать, так сказать, для начала. Да, ещё один момент. Нельзя его забывать. В 1939 году, как вы помните, надеюсь, мы вели войну на Дальнем Востоке. И если бы мы не подписали в 1939 году договор с фашистской Германией, мы сильно рисковали бы поиметь войну на два фронта с Японией и с Германией. А после подписания советско-германского договора Япония сильно задумалась, честно говоря, документы разведки это подтверждают, разочаровалась в этом договоре в советско-германском, потому что поняла, что один на один с Советским Союзом воевать не резон. И всё своё внимание обратила на юг, на Тихий океан. Ну, а дальше всё хорошо известно. А мы избежали войны на два фронта, что тоже полностью соответствует национальным интересам нашей страны. Ну вот, всё, пожалуй. И давайте перейдём к живому обсуждению, к вопросам. Я всегда готов. Любые вопросы. You are welcome. Спасибо большое, Сергей Борисович. Так, коллеги, поднимайте руки, но не просто руки, а ещё и таблички со своими номерами. Спасибо огромное. Но всё-таки на правах хозяйки площадки первый вопрос. Реан, новости, пожалуйста. Владимир Васильевич, Сергей Борисович, скажите, пожалуйста, а вот в чём, на Ваш взгляд, заключается сейчас для нас актуальность освещения тематики событий 1939 года и, соответственно, чем вызван интерес к тому, что происходило 80 лет назад. Спасибо. Сейчас я лодички. Во рту пересохло, извините. Как курить бросил, сразу во рту стало пересохать. Изобразие. Ну, во-первых, Россия правоприемница СССР. И то, что сейчас говорится, и те обвинения, которые выдвигаются в адрес Советского Союза, они, конечно, фактически в наш адрес, в адрес современной России. История Мюнхенского сговора, решение вопросов безопасности с помощью умиротворения агрессора, мне кажется, и сейчас достаточно актуальна. Помимо противодействия фальсификации истории и помимо отстаивания хотя бы светлой памяти миллионов советских солдат, сложивших свои головы за освобождение Европы от фашизма, надо еще учитывать и то обстоятельство, что, как я уже сказал, история иногда повторяется. Повторяется до боли одинаково. Вот тот же вопрос коллективной безопасности. То же самое связанное с тогдашним попытком изоляции Советского Союза. А сейчас очевидны попытки изоляции России с помощью санкций, с помощью обвинений в агрессивных планах. Вот не так давно меня спрашивали, в чем агрессивность современной России проявляется в регионе Балтийского моря. Да ни в чем. А что по сравнению там с 10-15 летней давностью мы увеличили свое присутствие на Балтике. Мы обосновали новые военные базы. Нет. Нам говорят, вы агрессивны в Крыму, на Черном море. Во-первых, мы там не агрессивны, а во-вторых, где Черное море, где Балтийское. Это все напоминает вот 20-е годы прошлого века. Помните, санитарный картон? Вот из небольших государств пытались сделать такой железный занавес, чтобы от Советской России оградиться. Ну, примерно то же самое и сейчас. Я вот вам откровенно скажу, я когда был молодым человеком, там, старшеклассником, студентом, я, как, наверное, и многие советские граждане, часто слушал по радиоприемнику, там, BBC, «Голос Америки» и прочие голоса. И на одно, один штамп мне очень хорошо запомнился с тех пор. Я часто слышал Советский Союз и его восточноевропейские сателлиты. Слушайте, а сейчас можно то же самое говорить про восточноевропейских и некоторых бывших советских республиках, которые явно являются сателлитами. Что изменилось? Да ничего, абсолютно ничего, все то же самое. Вот поэтому эта тема очень важна, потому что она принципиальна, но она носит еще и моральный аспект. Я повторяю, хотя бы с уважением относиться к памяти миллионам советских людей, миллионам советских солдат, погибших ради освобождения Европы, которая сейчас нас обвиняет, не вся Европа, конечно, я, может быть, утрирую, сателлиты в основном нас обвиняют, а не вся Европа. Старая Европа нас гораздо меньше обвиняет. Старая Европа уважительно относится к памятникам советских солдат, к лабищам, где похоронены советские солдаты, ничего там не рушат, не занимаются вандализмом, а сателлиты занимаются. Это прискорбно. Спасибо. Итак, следующий вопрос. Давайте на последний ряд, номер 7. Позвольте два вопроса. Сергей Борисович, первый вопрос. Вы сейчас объяснили нам те мотивы, которые двигали Советским Союзом, когда он заходил в Польшу. Это, в первую очередь, боязнь того, что окажется на наших границах Германия. Но, тем не менее, в той же Польше эти события расцениваются как оккупация. То же самое мы можем сказать про три прибалтийские республики. Ну и не будем забывать войну с Финляндией, зимнюю войну, после которой СССР исключили из Лиги наций. Вопрос такой. Стоит ли сейчас современной России, Российской Федерации стоять примерно на тех же позициях, в какой-то мере одобрять тогдашнюю политику Советского Союза и тем самым, может быть, не сжигать мосты, но не идти на путь компромисса, на путь дружбы с теми странами, которые себя считают обиженными. Та же Польша и Прибалтика. Это первый вопрос. Если позволите, второй, возможно ли в современной России некая реабилитация тех русских людей, белогвардейских эмигрантов, которые во время Второй мировой сотрудничали с немцами, ну и также с японцами, если там говорить, например, об Атамане Семенове на Дальнем Востоке. Спасибо большое. У меня тут записано, я сейчас ищу просто исторические факты, чтобы ответить более конкретно на ваш вопрос. Сейчас. Сейчас у меня тут было. одну секунду, извините, я все-таки хочу найти. Где-то я пропустил. Ладно. Я фабулу помню. Советские войска вступили на территорию Польши 17 сентября 1939 года. Так? Так. Исторический факт. В тот момент польского правительства и контроля польских властей на территорию Польши уже не было. Уже были эмигрантские правительства, уже президент давно Варшаву покинул, армия была, фактически прекратила существование. И Советский Союз вступил на территорию Польши только с одной целью. Обеспечить безопасность и просто интересы украинского, белорусского, русского и еврейского народа, которые в массе своей там и жили. На этих территориях. Те территории, на которые зашли советские войска, в основном были населены именно тем населением, о котором я только что сказал. Прибалтика. Действительно, с этим не могу не согласиться. Некоторым людям при Балтике это все не понравилось тогда еще. Они считали, что это агрессия. Они эмигрировали. Многие в 90-х годах вернулись в качестве президентов, вы знаете, и руководителей этих государств. Хотя они даже не родились на их территории. Никогда там не были до этого. Но нельзя не признать того факта, и исторические документы, и кинохроника это подтверждает, что масса, большая или большинство населения приветствовали присоединение этих государств или территорий к Советскому Союзу. Потому что бедные люди получили землю, средний класс многие хуже жить не стали. И нельзя забывать о том, что в то время во всех трех прибалтийских странах было очень сильное массовое левое движение. Коммунисты это факт тоже, который отрицать невозможно. И они как раз были застрельщиками вхождение этих государств в состав Советского Союза. Ну и многие там элиты и политические и культурные элиты они выиграли от вхождения в Советский Союз, потому что они заняли видные посты уже в Советском Союзе. Что касается Финляндии, это общеизвестные факты, еще задолго до российско-германского соглашения Советский Союз ввел долгие мучительные дипломатические переговоры с Финляндией об обмене территориями, потому что безопасность Ленинграда необходимо было обеспечивать, старая граница была в 30 километрах от Ленинграда, советское руководство, в том числе военное, они не опасались того, что Финляндия нападет на Советский Союз, они опасались совершенно другого, что Германия через территорию Финляндии нападет на Советский Союз. Эти переговоры были долгими и безуспешными, а в итоге, кстати, в отличие от Прибалтики, Советский Союз добился обеспечения безопасности Ленинграда, отодвинув границу на 100 километров, и Финляндия осталась независимым государством. Финлянг, фарк. Ну, Зимняя война, она у нас называется неизвестная война, хотя она достаточно известна, она была очень тяжелая и с огромными потерями, и она уже тогда показала малоготовность вооруженных сил Советского Союза к ведению современных войн, А то, что финны называют войной продолжением 41-44 годы, финны говорят, что они просто вышли на старую границу и всю войну там простояли. Это, мягко говоря, не совсем так. Финляндия оккупировала часть территории Советской Карелии, которая к Финляндии никогда не отходила и не принадлежала. В районе Петрозаводска было большое количество концентрационных лагерей, где содержались советские военнопленные в жесточайших условиях. Около трети всех советских военнопленных, захваченных в ходе двух советско-финских войн, погибли в лагерях финских. Это тоже исторический факт. Финны этого не отрицают. Ну вот, пожалуй, это первый вопрос. Второй вопрос, по поводу тех россиян, которые... Коллега, кстати, повторите, вопрос второй, но представьтесь, по-моему, вы забыли это сделать, когда задавали оба вопроса. Да, действительно, не представился, а Дмитрий Окунев из здания «Газета.ру». Второй вопрос звучал так. Возможно ли в Российской Федерации в наше время реабилитация тех людей, бывших белогвардейских иммигрантов, которые выступили на стороне нацистской Германии, которые в той или иной степени сотрудничали. Это Красновы, это Шкуро, Клыч, если мы говорим про европейское направление, на Дальнем Востоке, Атаман Семенов с японцами сотрудничал. Этих людей, как известно, потом передали Советскому Союзу, уже в конце мая 45-го, и в январе 47-го их повесили по винению в измене Родине в Москве. Как и Власова. У нас так много времени. Но эти люди никогда просто не имели граждан Советского Союза и вот с начала 90-х ведутся какие-то процессы, чтобы их реабилитировать. Возможно ли это? Я об этих процессах ничего не слышал, честно говоря. Считаю, что нет никаких оснований их реабилитировать. Это прямые пособники фашизма. Я не зря Власова вам в ответ упомянул. Но могу еще Бендера добавить, Сухевича, если так вам угодно. Оснований никаких для этого не вижу. А что касается белогвардейцев вообще, я до сих пор тепло очень вспоминаю свое посещение Белогвардейского музея в Париже. эти офицеры трогательно блюдут историю и их потомки, кстати, во Франции живущих, историю России, свою историю, но они никогда, никогда не сотрудничали с фашистами, руки свои ни в чем не заморали. во время войны морально, конечно, поддерживали Советский Союз, хотя при этом идеологически его ненавидели. Вот в этом интересный парадоз, когда с ними беседуешь, они очень нелестно отзываются до сих пор о большевиках, благодаря которым Российская империя утратила огромные территории, в том числе, кстати, Польшу и Финляндию. На минуточку. Вот. И говорят, что при всем при этом, когда началась война, когда Германия напала на Советский Союз, они, конечно, целиком и полностью были на нашей стороне. А некоторые из них посильно помогали нам во время войны. Но это другая история. И никакого отношения к упомянутыми вами персонажами они не имеют. Спасибо. Все-таки, коллеги, по одному вопросу сформулируйте и коротко. Первый ряд, третий номер. Жданов Игорь, Раштудей. Сергей Борисович, я останусь с темой Польши. Скажите, пожалуйста, как Россия относится к тем мероприятиям памятным, которые запланированы на август и сентябрь этого года, и как бы Вы лично прокомментировали решение Польши не приглашать президента Российской Федерации на эти мероприятия? Спасибо большое. Как я могу прокомментировать решение Польши не приглашать? Да никак. Это их решение. Мы его принимаем, собственно, раз нас никто не зовет, напрашиваться будем, что ли. С исторической точки зрения 1 сентября 1939 года Советский Союз во Второй мировой войне не участвовал. Это тоже исторический факт. Мы не участники войны. Провокацию Глевица не мы устраивали. Немцы, пусть они с поляками разбираются, как говорится. А вот с точки зрения вклада в победу, и в Великой Отечественной, и во Второй мировой, потому что на Тихом океане мы тоже участвовали. И это тоже Вторая мировая война. С моральной точки зрения не нам судить, но выглядит это странно. Потому что, повторяю, Польшу освобождали советские войска. 600 тысяч советских военнослужащих погибли ради свободы и независимости Польши. Памятники, которые сейчас уничтожаются в Польше советским войнам, они возводились не по приказу Берии или Сталина, а они возводились от всей души самим польским народом. Буквально первые памятники стали возникать через несколько дней после освобождения того или иного польского региона. Это поляки им возводили памятники, а не Советский Союз и не кровавый кремлевский режим, как сейчас говорится. Поэтому вот так и отношусь примерно. А главное все-таки это то, меня это очень воодушевляет, что подавляющее большинство западных лидеров государства признают решающий вклад Советского Союза в разгроме фашизма и уже дали согласие на приезд в мае следующего года на 75-летие Великой Победы. Спасибо. На левой трибуне, пожалуйста, номер два, представьтесь. Да, спасибо. Телекомпания НТВ, Роман Соболь, Сергей Борисович, скажите, пожалуйста, вы говорили про обвинения уже в наш адрес и вот сейчас Россию часто обвиняют в том, что она просто эксплуатирует память о Второй мировой войне и в частности использует ее для давления на соседние страны. Ваше мнение, насколько эти обвинения обоснованы? Спасибо. Я не согласен с тем, что мы эксплуатируем память, мы хотим ее сохранить для объективного анализа истории. Повторяю, ведь моя позиция основана не на каких-то идеологических догмах, она основана на документах и на фактах. Вот факты, вот я вам выкладываю, вот, пожалуйста, читайте. Только все факты в совокупности, включая мюнхенский сговор и так далее и тому подобное. Эксплуатировать память, я считаю, не стоит, это неправильно. память должна оставаться в силу уже того, что я сказал, но противоставлять лжи, открытой лжи, фейком, фальсификация истории должна и нужно, и мы это всегда будем делать. Вот, пожалуй, так. А к самой истории надо относиться объективно, пусть историки историю и обсуждают. Они, кстати, это и делают на конференциях научных, они обмениваются мнениями. Историки, кстати, гораздо менее политизированы, я давно это заметил, чем многие СМИ и политики или даже, правильнее сказать, политиканы. Я не хочу, понимаете, обеляя, не подумайте, что я все обеляю, там, решение все советского правительства. Во-первых, время было другое. Во-вторых, перед страной нависла смертельная угроза, которой надо было избежать любой ценой. Вот как могли, так и избежали. С некоторыми вещами я даже могу признать это, я не согласен. Вот, например, после уже там, где-то, я не помню, когда, мы заключили с фашистской Германией соглашение о дружбе и сотрудничестве. Сентября, да? 28-го, то есть 40-го года. 39-го, но все равно после соглашения о мне нападения. Вот я считаю, слово о дружбе было ошибкой большой, потому что это очень дезориентировало и коммунистическое движение, и коминтерн, да просто простых советских людей, которые не понимали вообще, что происходит. Сегодня это, значит, враг-агрессор, там, точащие зубы на нашу страну, сегодня мы с ней дружим. Ну, что это за такие вихляния? Можно было по-другому как-то это назвать, уж если так хотелось Сталину, значит, я понимаю, желание Сталина максимально продемонстрировать добрые намерения для того, чтобы оттянуть войну, это понятно, и это я понимаю, как и вы, наверное, но уж дружба с фашистской Германией, это, конечно, это перебор. Так же, как, кстати, я и не согласен с решением второго съезда народных депутатов 89-го года. Я не согласен с этим. Спасибо. Номер 8, пожалуйста, представьтесь. Добрый день, Юрий Кагалов, Российская газета. Скажите, в условиях, когда российские архивы засекречены до 2040-го года, как историкам работать в этих условиях, не обладая полным объемом информации, без доступа к нему? Я думаю, вы, мягко говоря, слегка ошибаетесь. Засекречены у нас только документы спецслужб. Только спецслужб. СОР, ФСБ. как в любой цивилизованной стране. Как в любой цивилизованной стране. Документы другие, в том числе, все документы Министерства обороны, об этом говорю с полным основанием, потому что, когда я был министром обороны, все документы исторические, архивные Министерства обороны были рассекречены. Все, касающиеся Второй мировой войны и Великой Отечественной. И сейчас Министерство обороны, как вы видите, прилагает огромное усилие для того, чтобы максимально, если хотите популяризировать эти документы, публикуя их, то, что было под грифом секретно, приказы военного командования, все это идет через интернет в открытом виде. Поэтому, повторяю, засекречены только документы спецслужб. Но это понятно, почему это в любой цивилизованной стране документы спецслужб до сих пор остаются и Великобритания, и Франция. ЦРУ тогда вообще не было в то время. Поэтому доступ сейчас свободный. Я могу вам, знаете, что порекомендовать еще в ответ на ваш вопрос. Вот, у нас глава Росархива Андрей Николаевич Артизов, он недавно написал очень большую статью, интересную, я ее даже прочитал на досуге, 1939 год, об умилетворении к войне, используя только документы Росархива и Министерства обороны, полностью. Ну, все это открыто уже, это история. Ну, а документы спецслужб, еще раз повторяю, мне это как 25 лет отработавшему разведке абсолютно понятно. Пятый номер, пожалуйста. Микрофон, пожалуйста, говорите. Комсомольская правда, Игорь Емельянов, вы упомянули 30-летней давности постановление Съезда народных депутатов, подписанным Михаилом Сергеевичем Горбачевым, о том, что осуждается и сам пакт, и секретное приложение к нему. 30 лет прошло, позиция государства изменилась, вы высказали свою личную точку зрения, или это уже точка зрения государства? Нет, это моя личная точка зрения. На государственном уровне это вообще даже не обсуждалось. Я считаю, что в 89-м году мы, деликатно говоря, поторопились. Тогда эмоциональный фон был совершенно другой, отличающийся от нынешнего. Говорить, что это ошибка, но теоретически сейчас, если бы была, так сказать, политическая воля, консенсус, как говорил Михаил Сергеевич, можно это решение и пересмотреть, и отменить. И я думаю, достаточно легко. Но нужно ли это делать, я не уверен. Почему не уверен? Потому что весь вред, который мог этим признанием быть нанесен, уже давно нанесен. И фактически и забыт даже, можно и так сказать. начинать пересмотр, что это даст? Это подхлеснет бензинчиков в костер. Нужно ли это делать, не уверен. Нынешнюю позицию я не хочу изобразить свои слова, как мнение высших органов власти, но думаю, не боюсь тоже сильно ошибиться, что она примерно такая же и будет в отношении договора советско-германского 1939 года и секретных приложений. Вы знаете, опять-таки, хорошо сейчас говорить с нынешних позиций, но 80 лет назад секретные договоры были обычным явлением дипломатии, заурядным совершенно и обычным. Дело не в том, что они в тот момент были секретными, а в тот сути договора. Повторяю, перепробовав всё, чтобы защитить свои интересы, мы поняли, что последний шанс оттянуть войну было заключить тот договор, который мы заключили с Германией. Мы это и сделали. Исходя из только своих интересов, а на другие интересы мы уделяли, так деликатно скажу, гораздо меньше внимания. И правильно делали. Спасибо. Следующий вопрос. Пожалуйста, давайте номер 6. Спасибо. Илья Канавин, программа Вести в ГТРК. Мой вопрос, наверное, будет самый серьёзный, потому что тема истории СССР, история России на Западе становится даже не модной, хайповой. Не помню такого взрыва после Красной Жары. Мы уже увидели Чернобыль, я думаю, мы дождёмся Курска. Я тут недавно поймал на National Geographic анонс грядущего документального сериала, который позиционируется так, что Гитлер казался непобедимым с начала захвата Франции и его мечты были разрушены только когда высадились в Нормандии союзники. Причём под лозунгом «Беспристрастный взгляд National Geographic». Я к National Geographic относился как-то получше до этого момента. Может быть, нам стоит тоже хайпануть, снять что-нибудь вроде Munchen 38 или, например, Sturmbanfuhrer SS Werner von Braun от SS до отца американской космической программы. Если да, вы лично и Российское историческое общество будет консультировать людей, которые захотели бы что-нибудь подобное сделать. Сериал может, кстати, получиться потрясающим. Спасибо. Будем готовы. Только сначала нужен сюжет. Сюжет должен быть, конечно, творческим, не российскому военно-историческому обществу его готовить. Это должны сделать люди творческие, режиссёры, у нас их хватает, слава Богу. И если мы увидим достойный сюжет, то мы, конечно, всячески его будем поддерживать. Насчёт National Geographic полностью с вами согласен. Я тоже удивлён. Я был высокого мнения много лет об этом журнале. Лет десять его выписывал. У меня до сих пор дома по годам стоят. Я люблю географию. Тоже хороший журнал с прекрасными снимками. Он даёт много знаний окружающим окружающим мире о животных. Но если уж National Geographic потянуло на такую чушь, извините, не парламентскую скажу, это сильно меня удивляет. А то, что хайп к советской истории, вот это мне легко понятно и объяснимо. Нужен враг. Советского Союза нет. Кто его заменит? Кроме России некому. Постоянно проводить параллели о том, что современная Россия это то же самое, что Советский Союз, только вид сбоку, это очень легко, популярно, и надо только этому способствовать. Вот поэтому такие фильмы и появляются. Как Чернобыль и прочее, и прочее, и прочее. Красная жара, агрессивный медведь, дальше все понятно. Спасибо. На первый ряд, пожалуйста, номер один. Представьтесь. Александр Востоковский, известие. Скажите, пожалуйста, вы, Сергей Владимирович, профессиональный разведчик, и возглавили сейчас почитательский совет исторического общества, военно-исторического общества. Скажите, это почему или это ваша новая миссия? Нет, она не новая. Во-первых, разведка к этому не имеет никакого отношения, хотя действительно 25 лет я там провел и горжусь этим. считаю себя все-таки в какой-то степени профессионалом по этой части. Но это не связано никак с военно-историческим обществом. Тогда уж надо немножко по моей биографии вперед продвинуться. Я все-таки был 6 лет министром обороны и уже тогда помогал поисковому движению России, потому что считаю это просто моральным, даже не обязанностью, а моральным долгом. Вы знаете, когда я был в Новгородской области, там, где целиком полегла вторая армия в болотах в Новгородской области, это, по крайней мере, на меня произвело очень глубокое впечатление. Я был и в других местах боев. Недавно был в Крыму, в Аджимушкальских каменоломнях, где остатки советских войск еще полгода после захвата немцами Крыма оказывали сопротивление. В других местах боев бывал. Помогал создать, или не помогал, а просто если хотите, приказал создать поисковый батальон в составе Министерства обороны, который до сих пор успешно работает и на Невском пятачке, где просто все до сих пор усеяно, извините, я откровенно скажу костями наших солдат. Об этом не просто говорить, тут эмоции, конечно, присутствуют, но не зря же это говорят, война закончилась только тогда, когда похоронен последний солдат. Недавно был с почестями похоронен последний солдат Отечественной войны 1812 года. На Бородинском поле был похоронен, Юрг комитет возглавлял двухсотлетие Отечественной войны 1812 года. У России, конечно, такая история, что, во-первых, она древняя история, много войн было в нашей истории. К этому надо относиться с уважением, как к истории своего государства вообще, а не только военной истории. И мне это нравится, и когда мне поступило приглашение возглавить Пепсидский совет военно-историческое общество, я не раздумывая согласился, потому что это мне по душе. Ну, есть, конечно, и личные моменты моей семьи, которые тоже, конечно, связаны, как у всех практически, россиян, с Великой Отечественной войной. Мать у меня в блокаде была, имеет медаль за оборону Ленинграда, отец воевал, тяжело ранен был, дед имеет награду за оборону Заполярья, кстати, редкая очень медаль. Заполярья это единственная часть Советского Союза, где мы за всю войну не отступили. Тоже военная история. Спасибо. Давайте, пожалуйста, микрофон на последний ряд. Спутник Польши, Леонид Свередов, пожалуйста. Добрый день, Сергей Борисович, агентство «Спутник Польши» Леонид Свередов. О Польше вопрос. Я 18 лет прожил в Польше, в общем, ну, надо сказать, кое-что знаю, что там происходило и что происходит сейчас. Я о памятниках, которых снесено уже больше сотни за последние, видимо, полтора года. Наверное, самый вопиющий случай это уничтожение Мавзолея в Ченце. Это небольшой город на границе с нынешней Германией. Ну, на самом деле, там просто уничтожили захоронение. То есть, это не просто какая-то конструкция стояла на чем-то, это просто кладбище. Так вот, поляки его просто раскатали и сейчас собираются закатать в асфальт. Ну, с точки зрения меня, как налогоплательщика и гражданина, вообще-то за такие вещи надо наказывать. Это даже не вопрос моральных каких-то вещей, вопрос философии, этики, культуры, религии. Это вопрос нарушения законодательства. У нас есть двустороннее соглашение между Польшей и Россией. Это все известные факты. Вот как поляков наказать? Может быть, подать в суд? Есть же потомки тех солдат, которые там захоронены. Насколько я знаю, они живы, по-моему, пять или шесть человек. Может быть, их как-то подключить к этому? Может ли что-то сделать в этом смысле российское военно-историческое общество? Печально, конечно, это все слышать. если говорить о юридических вещах, то военно-историческое общество, конечно, ничего сделать не может, потому что мы не субъект, так сказать, права, мы общественная организация. если говорить о иске государства, я думаю, перспективы юридические могут иметь только то, о чем вы сказали, когда потомки погибших в своем личном качестве обратятся, например, в Европейский суд по правам человека. Нас в посыле восстановили, в Совете Европы добро пожаловать. Если нужно поддержать эти иски, нанять юристов, которые помогут их составить, пожалуйста, в том числе и военно-историческое общество готово к этой работе. А в более широком плане, понимаете, на мой взгляд, цивилизованность любого государства определяется в том числе отношением к кладбищам. И то, что происходит сейчас в Польше, разрушение памятников, кладбищ, уничтожение их, это признак нецивилизованности. Причем, когда мы говорим о Восточной Европе, она ведь очень разная. Есть восточноевропейские страны, где этого не происходит, где нормально относятся. ту же Венгрию возьмите, другие страны. Там почему-то все нормально. Это про современную Украину даже не хочу начинать разговор, но на мой взгляд, повторяю, это признак нецивилизованности. End of story. Молодой человек, вы давно держите руку, наверное, полчаса, хоть у вас нет таблички. Пожалуйста. Слава Максиму, это Русинфо. Сергей Борисович, вы начали с того, что Запад пересматривает итоги Второй мировой. У нас не настолько, может быть, серьезное предложение. Как начать пересмотр итогов холодной войны и начать это с правовой оценки событий 1991-1993 года? Сегодня по всей стране идут сбор подписей, уже 600 тысяч собрано. Как вы к такой инициативе и предложению относитесь и сами, как офицеры, человек, который давал присягу Советскому Союзу, сами подписали бы такое коллективное с тем, вы сказали 1991-1993. Что там? Нарушение законодательства Михаила Горбачева в частности. То есть он создал госорган, госсовет в нарушении Конституции Советского Союза, который впоследствии ликвидировал сам Советский Союз. И как народ, который потерпел это поражение и стал разделенным 25 миллионов русских, являются потерпевшими, каждый из нас имеет право заявить в суд и все-таки дать оценку, что произошло. Потому что развал юридического определения не имеет. Это что? Поражение в холодной войне, это ликвидация, что это? В юридическом смысле вот о чем речь. Вообще у нас тема немножечко иная. Я прямо отвечу, я люблю на прямые вопросы прямо отвечать. Такую петицию, если ее можно так назвать, из того, что я сейчас услышал, я впервые об этом услышал, я бы не подписал. Я объясню, почему. Потому что пытаться возродить Советский Союз, это наивность полная и, извините, глупость. Жалеть об этом можно, и для этого есть все основания. но то, что произошло, то произошло. Назад историю не вернешь. Какая есть, такая есть. В 1991-1993 году Горбачев уже не был у власти. Развалил Советский Союз не Запад, а мы сами его развалили под руководством Коммунистической партии Советского Союза. Об этом, кстати, наш президент уже неоднократно говорил. Жалеть об этом можно, пытаться возродить, это значит не иметь мозгов. Нет, пожалуйста, молодой человек, у вас была возможность один раз задать вопрос. Границы уже не, мы против пересмотра границ. Итак, коллеги, мы работаем уже больше часа, давайте завершим первым каналом на второй ряд микрофон, и с места пожалуйста не говорите, идет запись. Сергей Борисович, хотелось подробнее попросить рассказать о истории вашей семьи, потому что личные впечатления, которые вы тогда получили от рассказов, наверное, они же тоже серьезно влияют на все, да, собственно говоря, успех бессмертного полка показывает, что с фальсификациями лучше всего бороться через вот такую прямую, живую память реальных людей, да, поэтому так много ходят на бессмертный полк. Ну и все-таки уже как историку и разведчику еще один маленький короткий вопрос. Почему, как вы думаете, основные фейки про Великую Отечественную войну во время перестройки задавались? Откуда это появилось? Вы как-то занимались этим вопросом? Много бреда тогда озвучивалось, и это до сих пор звучит очень популярно, очень как будто бы факты уже. Вот, спасибо. Информационную войну никто никогда не отменял. Вот я говорил о попытках, вечных попытках, как я сказал, изоляции России. Под словом Россия я подразумеваю и Российскую империю, и Советский Союз, и современную Россию. Потому что, по сути, если вы вот длительный исторический процесс проанализируете, мало что изменилось. И царскую Россию сдерживали империю, и рисовали даже в газетах в начале прошлого века карикатуры, наверное, вы сами их видели, там, про медведя кровавого, русского, который слюна течет, значит, вместе с кровью, и вот только он хочет всю Европу поглотить, подчини себе, и так далее. Это было и сто, и двести лет назад ничего не изменилось. Вот я все время это подчеркиваю. А информационная война, она по мере развития технологий, конечно, меняется, да, там, 50 лет назад не было интернета, велась пропаганда такая, иногда кондовая, меня часто удивляет, кондовость именно западной пропаганды, но факты передергивают легко, жонглируют ими только так, как в цирке. Вот, сейчас интернет появился, сейчас другие технологические способы ведения информационных войн, но по сути все осталось так же, как было. Почему это в период перестройки усилилось? Да, потому что, наверное, на Западе было много желающих увидеть ослабление Советского Союза, что и произошло. такое объяснение. Что касается личной семьи, тут ничего особенного нет, там, выдающегося или обычная советская семья. У меня и отец, и мать родились в Петрограде, в Петрограде, в 21-м году. Вот. Мать умерла не так давно в Санкт-Петербурге. Вот это вообще исторически, конечно, интересный момент. На протяжении одного поколения, одного поколения, человек родился в одном городе, всю жизнь жил в городе с другим названием, а помер в городе с третьим названием. Ну, это тоже, это наша история. Не военная, правда, но гражданская. Вот. Ну, родители 21-го года рождения, это, как они мне говорили, самый несчастный год рождения в Советском Союзе. Потому что этого года рождения после войны осталось меньше всего. это выпускники школ и первокурсники, которые с начала войны все пошли на фронт, мальчишки. Их меньше всего осталось. Это действительно так, это я подтверждаю по архиву Министерства обороны. Вот. Мой отец был на фронте, он тяжело ранен в 41-м году уже. Вот. Мать осталась в Ленинграде, она зажигалки сбрасывала с крыши, зажигательная бомба, которую немцы сбрасывали на Ленинград. Вот. в 42-м году эвакуировалась. самую тяжелую зиму, вот, с 41-го на 42-е, она провела в Ленинграде. Дед был в Заполярье. Я вам сказал тоже. Ну, честно, ничего тут необычного. Ну, конечно, они рассказывали мне об ужасах блокады, войны. Это я с детства, конечно, как говорят, с молоком матери впитал крепко. Так, давайте еще. Еще? Будем продолжать или все-таки будем завершать? Ну, будем так потихонечку уже вести к закруглению или перейдем на короткий вопрос. Ну, давайте вот молодому человеку, пожалуйста, представьтесь. Добрый день. Кудряшов Константин, аргументы и факты. У меня вопрос следующий. Сегодня тема нашего разговора это именно вторая мировая война. Будем точны в определениях, да? Некоторые республики бывшего Советского Союза, они именно к этому термину склоняются и говорят, что в Великой Отечественной они не участвовали, участия не принимали, а принимали участие только во Второй мировой войне, причем будучи жертвами, не победителями, а жертвами. Это Украина, это Молдавия и такие люди есть даже в Беларуси, где погиб каждый третий. Какой-то адекватный ответ можно предложить вот таким заявлением, или нет? Ну, адекватный ответ очень простой. Это неправда, это фейк, это ложь. Миллионы украинцев погибли во время Великой Отечественной войны. Как гражданское население, там, угнанное в Германию, и так и военные, погибшие на фронте или в концлагерях. Спросите любого ветерана, который сейчас живет на Украине. Он вам ответит на этот вопрос лично. понимаете, а Вторая мировая война, еще один факт вспомнил, которым сегодня не сказал. Мы, европейцы, это устоявшееся общественное мнение, считает, что Вторая мировая война началась 1 сентября 39-го и закончилась в сентябре 45-го. Китайцы с этим не согласны, и у них есть очень веский аргумент. Еще до 1 сентября 39-го года миллионы китайцев погибли, сражаясь с Японией. Факт? Факт. Поэтому, когда была Вторая мировая война, тоже вопрос такой. Ну, будем считать, что вот в те периоды, которые я четко обозначил. Пожалуйста. Давайте на второй ряд вам вопрос. Представьтесь, пожалуйста. Главный редактор журнала «Армии и флот» Шеремецкий. Вы знаете, вот у нас как-то не освещается пребывание советских войск до 41-го года, после 39-го, когда они вошли в Прибалтику, не освещается их нахождение в Прибалтике. Вот, пример такой. Мой отец служил в 1-й пролетарской московской дивизии. Они пошли как раз освобождать, как говорят, Украину, Прибалтику, вошли, да, кстати, это 1-й московской пролетарской дивизии, стала 1-й гвардейской дивизией в Советской армии. А это только, пожалуйста, покороче, они вошли в Латвию, и они там расположились не как здесь, на Садовом кольце, не в центре Риги, а в таком сейчас известном месте, это в болотистом месте под названием Саласпилс. И вот после этого немцы сделали там консервационный лагерь. Но у нас никогда не говорится, как там жили наши солдаты, как они служили, как с ним относились местные населения. Ну, в частности, наверное, в Латвийском пехотном училище училась половина латвийцев, правда, они потом убежали многие на другую сторону. Вот как вы смотрите, может быть, поэнергичнее надо объяснять людям, что такое советская армия, так называемый оккупант. Эта тема действительно мало изучена, ну, мало, то есть, она известна, тут секретного-то ничего нет, абсолютно, просто об этом мало говорят и мало рассказывают. Это да. Во-первых, окончательное присоединение прибалтийских стран и вхождение в состав СССР не то, что был просто в результате голосования, ведь сначала советские войска, определенные контингент небольшой, был на территории этих стран по соглашению до того, как они были инкорпорированы в состав СССР. Это как Крыму, вот часто говорят, аннексия Крыма. Россия, значит, туда войска направила. У нас по соглашению с Украиной 25 тысяч могло, законно находилось, и даже после усиления спецназом, это уже не секрет, мы этот лимит 25 тысяч ни разу не превзошли, все было законно, так же, как и в Прибалтике в 1939 году. То, что там кинохроника, как нас встречали с цветами местное население, когда уже окончательно вошли войска, это известно, но в каких условиях они жили, нет. Теперь часто говорят, вы, кстати, сказали, напомнили мне, что мы оккупировали прибалтийские страны. Вот немцы оккупировали репрессии в отношении мирного населения, концлагеря и так далее, расстрелы и так далее. Советский Союз, да, репрессии определенные были, я это признаю опять-таки после 1939 года, но никаких концлагерей, массовых расстрелов, как это было при немцах, там не было. Тот же Салас Пилс, вы упомянули, да, это известнейший контрационный лагерь, его не Советский Союз, не кровавый советский режим, а гитлеровский режим установил. Поэтому, может быть, и стоит, если есть опять-таки сценарий, как это хорошо показать, или документальный фильм сделать. Пожалуйста. Спасибо. Сергей Борисович, завершаем? Да, давайте уже. Иначе это никогда не хочется. Коллеги, уже просто неприлично задерживать нашего гостя. Я хотела бы обратить ваше внимание, что на сайте РИА Новости вчера был открыт специальный раздел, где размещены не только документы, о которых шла речь сегодня в ходе пресс-конференции, но и документы, которые свидетельствуют о миротворческих инициативах Советского Союза, который пытался в условиях предвоенных создать систему коллективной безопасности. это вам в помощь, пожалуйста, обращайтесь к этому разделу. Сергей Борисович, а вам огромное спасибо за то, что нашли время и возможность сегодня пообщаться с журналистами. Вам большое спасибо. Я не обольщаюсь и абсолютно уверен, что все, что я сегодня сказал, на Западе будет названо советской пропагандой. Ничего не изменилось. Приходите к нам еще. Всего доброго, до свидания. Спасибо. Счастливо. Да. Да.